Ребят, всем привет! Меня зовут Павел Берлин. Я мастер спорта по пауэрлифтингу. Когда-то выступал в троеборе, но последние годы выступал в жиме. Паш, ну вот я помню, что мы с тобой снимали видос когда-то давно, лет может 8 назад. И ты, я помню, жал в майке. 10 лет назад, Миша. Очень много ты жал, короче. Ты ложился, у тебя тряслись руки. Я помню, у меня сейчас как картинка перед глазами. Потом ты вставал с таким багровым лицом, у тебя чуть ли не декла кровь из глаз. Назови свой лучший результат в жиме. Официально, пожалуй, 317 на Питере. 317,5 килограмм в экипировке, в однослойной. При весе, по-моему, 111 килограмм. То есть это для 120-й категории был очень хороший результат для 2011 года. А без экипировки лучше? 250. В категории 100 килограмм. Но я неофициально жал, но видео есть, товарищи. Причем не смонтированное, поэтому все хорошо. 250 жал при весе 103 килограмма. Но так как я все-таки готовился больше под экипировку, вообще вся моя спортивная карьера, это был экипировочный дивизион, троеборий и жим. Но после того, как, Миш, мы с тобой отсняли жим экипировочный, произошли некоторые нюансы, после которых я 6 лет еще выступал без экипы и официально жал 232,5 килограмма. Ну, уже была травма, было протезирование. Я в течение 5 лет колол в сустав определенный препарат. Вот. И это позволяло мне хоть как-то что-то поднимать. Ну, в общем, одной руки по факту не было. 5 лет выступал, в Питере выигрывал, на России был третий. В общем, как-то все получалось. И очень удивлялся я, в принципе, однорукий товарищ, еще умудрялся выигрывать. То есть люди вообще не хотели, видимо, готовиться и выступать. Как-то так. Паш, ну смотри, чтобы ты был немного в курсе, я расскажу тебе, что я начал путь свой к двум сотням в жиме лежа. С чего это все началось? С того, что я просто вернулся в качалочку после всех кроссфитов и так далее. Начал тренироваться, и у меня что-то как-то пошел жим, попер потихонечку, и мне начало это нравиться. Я поставил себе цель жим 200. Первую попытку я совершил в 2008 году, но не дошел до 200, остановился на 190. И сейчас решил к этому вернуться. И вот решил к тебе прийти в гости, чтобы ты, как старший товарищ, опытный, дал мне несколько советов. И первый вопрос, существует ли в твоем понимании идеальный жимовик? То есть это рост, вес, играет ли значение длина рычагов и прочее. Вот мне все говорят, что я не пожму, потому что я высокий, там эктомизоморф, там не созданный для тяжелых килограммов и так далее. Мне бы было проще сказать, Мишанч, что ты не пожмешь, но я не имею права это сказать. Вообще любой человек в этой жизни, мужского пола и иногда женского, может пожать 200. И это только дело времени. Конечно, пропорции играют огромную роль, потому что если бы были короткие руки, грудная клетка какая-нибудь огромная, широкая, короткие ноги, чтобы с плентов еще ножки стояли, то, конечно, амплитуда была бы короткая, широкий хват, и езжать можно не 200, а 300, мне кажется. Главное, чтобы ничего не оторвало. Если честно, пропорции играют огромную роль. В твоем случае, если ты пожмешь 200 в жиме лежа, ты эти 200 пожмешь стоя, потому что мяса надо будет класть очень много. Ну, даже не мясо, а больше работа со связками. Я не вижу никаких проблем, чтобы ты это сделал, потому что даже если в 2008 году ты уже жал 190, это почти 200, да, по факту. То есть связки все равно помнят. И здесь уже не важно, там, на Атланте ты это жал, там, ну, протеин Атланта такой был, который клей обойный, типа того. Вот, не важно. Здесь задача такая, найти нам с тобой правильный тренировочный не план, а процесс, в котором ты будешь просто восстанавливаться. Потому что, в принципе, форсануть можно и за короткие сроки можно попробовать это сделать, но главное не порваться. И здесь очень важная главная составляющая будет углы, которые мы будем с тобой выставлять. Потому что мастить мы не будем, это 100%, даже при таких руках. Но надо смотреть, что у нас лучше развито. Плечи, грудь, трицепс и спина. Потому что если у нас будет хороший отзыв работы плечей и трицепса, тогда хват мы будем с тобой ставить определенно средний. Если все более печально, то будем тогда стараться все делать это грудными мышцами. Но здесь уже момент такой травмоопасности. Но проблемы, чтобы ты пожал 200, нету. По времени я не могу сказать, если даже наша правительство ничего не может нам сказать по телевизору, то уж я-то что. Один очень важный момент для большинства, кто приходит и хочет на сухарях пожать 200, это время и терпение. Потому что на самом деле есть моменты такие, вот сейчас скажу, сформулирую правильно. Главное желание. Если у тебя есть желание, то это можно сделать. Но люди все разные, генетика разная, пропорции разные. И бывают такие моменты, что люди не жмут 200 на сухарях при определенном времени подготовки, упираются, у них становится плата, они ничего не могут изменить и сделать, даже с добавочными какими-то измененными программами, углами и тому подобное. То бывает очень часто, что люди на допинге проходят этот результат высоко и уже чистясь, они возвращаются и уже даже после долгого уже перерыва витаминного они могут пожать эти 200. Разница только, наверное, в том, что 200 это просто проходной вес для них на фарме, чтобы они вышли гораздо выше по весу от работав. Ну, я не знаю, ну, 220-230 ты будешь жать, например, на витаминах, то 200 уж ты точно под контроль. Вычистившись, отработав, наверное, годик хорошей работы, ты 200 уже оставишь у себя точно. То есть момент такой, он очень-очень хитрый. То есть есть люди, которые пришли молодые, и они еще не загубили свой организм, их хватает здоровья, они процентов 80, что они 200 пожмут на сухарях с правильным тренировочным процессом, восстановлением и времени. Вот, но есть момент, людям, которым просто не то, что не дано, ну, с определенными нюансами. Все-таки генетика вещи очень серьезная, прохожие тоже, вещи тоже серьезные. Так вот, для таких людей есть обходной путь, так называемый. По-собственному, я ни в коем случае ничего не скрываю, по-собственному, я жал 250, там, при весе 103-104 килограмма, подводились, и 225 у меня оставалось под контроль. То есть, как бы, понятно, но у меня работа всегда была, всегда была работа почти разовая. И то, что я смог, там, примерно 17-18 лет в профессиональном спорте, это говорит о том, что все-таки, не то, что схема, это все работает. Понятно, что это работает, и что с этим можно тренироваться, 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 не бояться. Потому что очень часто есть ошибки у людей, все уходят, хотят по силовому показать огромный результат, но все равно при подготовке к силовому результату на постоянке сидят на Качковских больше схемах. То есть, как бы, веса приличные, объемы, объемы, подкачка? Нет. Вот нам нужно вот одно четкое движение, с закрытыми глазами положил, пожал, все, все включил. Главное, это, конечно, тренировочный процесс. Это вот прям надо садиться, смотреть, давать какие-то 2-3 недели нагрузок, смотреть, как организм воспринимает все нагрузки, и с этим уже дальше выстраивать максимально правильный процесс в течение, там, я не знаю, года. Потому что только пахота в зале является главным составляющим. Ну, научишься работать по силовому, не бояться работать со связками, прогресс будет очень хороший, но здесь есть такая грань рискованная, что можно травмироваться. Вот поэтому какой-то определенный отрезок времени нужно понять, что человек из себя представляет, не просто как он красиво выглядит, как он нормально воспринимает тяжелую нагрузку связки. Второе составляющее, обязательно после тренировочного процесса, у нас это должно быть, это питание обязательно. Ну, лучше всего, конечно, просто хорошо питаться, много на постоянке, и максимально качественно, чтобы не набирать мега лишника. Ну, в принципе, я могу сказать одно, со мной могут, наверное, народ поспорить, но пускай лучше чуть-чуть водички в мышцах, лишничка будет. Больше вероятность, что не порвемся. Вот. Питание обязательно после программы, грамотно выстроенный. Это второе у нас. И уже спортивное питание после обычного. Есть очень хорошие добавки, на себе были проверены, под контролем, такие как экдостирон, трибулус, ну, протеин, креатинчик можно. Эти вещи играют огромнейшую роль. То есть, если на них не то, что сидеть там ведрами, но правильно, то за короткий период времени они дадут очень хороший результат, как фармакология. Это так. Ну, правда, здесь, конечно, надо искать выбора очень много. И на самом деле, все это очень красивые картинки на баночках и все остальное. Надо искать проверенные вещи, а их все меньше и меньше у нас в стране. Я думаю, что мы не будем сейчас прям подробно тренировочный план как-то прикидывать. Да и я думаю, что это все-таки ну, не для сегодняшней может быть встречи. Если коротко, подсобные упражнения в жиме лежа. На самом деле, самое главное в жиме это жим лежа. И здесь надо просто определяться по хвату. Как мы выставим хват комфортный для нас, так и будет у нас прогресс дальше. Потому что будет вот комфортный хват такой-то, широкий, под него определенная подсобка. Будет у нас хват комфортный, узкий, под него определенная подсобка. Самое главное для нас это все-таки жим лежа и давать восстанавливаться между тяжелыми тренировками. По подсобочке, Есть нюансы, можно добавлять и дожимы различные с различных досок. Но это все-таки больше экипировочно помогало, но чтобы пройти фазу дожима тяжелого веса, все-таки дожимы нужны. Вот, работа с плечами с передней дельтой обязательно. Работа с трицепсом вообще не оговаривается, то есть ее надо делать очень жесткую и тяжелую, но не на постоянке. То есть работа должна быть работа с трицепсом раз в две недели. Не надо каждую неделю долбить до позеленения, потому что он у нас играет огромную роль в дожиме. Вот, спина, да в принципе грудь, плечи, трицепс, спина. Спина играет огромную роль, если хорошо мастим. Плечи, если средний хват, жмем. Трицепс, он в любом раскладе, мы дожимаем. Это все, вот начнем с тобой какое-то действие. Я пойму, что вот так и так. Повезет, если у нас действительно получится со средним хватом. Потому что, во-первых, ты станешь больше, не просто красиво технически ты пожмешь, а ты доберешь по плечам, по рукам, это 100%. Ну, много чего поменяется. Широкий хват, здесь надо будет пробовать технические моменты, нюансы, может быть, получится. Нужно ли приседать, готовясь к жиму? Ну, скажу такую вещь по себе. Наверное, даже не приседать, а лучше тянуть. На самом деле, жесткость низа очень играет огромную роль. Я вот по своей практике, когда выступал в троеборе, у меня жим очень хорошо в троеборе шел. И этому вина, наверное, была все-таки тяга. Я относительно нормально тянул весов. И у меня упор и жесткость от тяги была гораздо эффективнее, чем с приседа. Поэтому, если выбирать из двух моментов, лучше делать становую тягу. И лучше ее делать в сумо. Потому что расстановка ног, определенные углы, они дают жесткость при упоре в ноги снизу. В жиме лежа, более вероятность с твоими пропорциями, Михалыч. Я думаю, что нам надо будет расставлять ноги в стороны побольше. Я думаю, что становая сыграет определенную роль. Присед нужен 100%. Я вот, например, сейчас, хоть весь ты хоть и рваный, и травмированный, но я присед делаю обязательно. У меня хоть какой-то упор в ноги есть в жиме. Без этого, ну, если врачи не написали или не отрезали ноги и сказали, что все, браток, ходи на руках. По поводу отжиманий на брусьях, можешь что-нибудь сказать? Просто отжимания на брусьях есть в моем тренировочном плане. Лагерь делится на противников и тех, кто наоборот поддерживает. Ты что думаешь? Хочешь, я тебя огорчу? Никакой роли не сыграет отжимания на брусьях. Я, отжимаясь в 19 лет от брусьев, сотку я отжимался, 18-19 лет. У меня, вот дошел я до определенного уровня в жиме в 190 килограмм на сухарях. Вот я отжимался 100, там, плюс-минус, она не играла в роли уже в дожиме никаком. То есть уже большая вероятность была получить травму плечей и тому подобное. А вес ниже, он уже не пробивал так руки. Поэтому, может быть, на каком-то отрезке времени его иногда давать чисто на забивание, просто для тонуса. Амплитудное движение, тянем грудь, плечи, чуть-то втыкаем трицепт. Нет. Для жима отжимания от брусьев не играют огромной роли. А еще в моем тренировочном плане, помимо жима на горизонтальной скамье, обычного классического, к которому я и готовлюсь, есть жим штанги под углом вверх и жим лежа узким хватом на горизонтальной скамье. Здесь что можешь сказать? Значит, узкий хват обязательно, без него никуда. Я вообще сторонник работы с трицепсом большой, потому что плечи, трицепс, дожим очень хорошо. Потому что, ну, это на самом деле, я не мегаэксперт, связанный с тем, что вот как можно утюдельку-в-тюдельку найти уголочек, чтобы вот там вот это упражнение создало мега-результат. Я сторонник определенных упражнений, и если мы это будем делать, то прогресс, он неизбежен. Там два варианта. Либо мы порвемся, либо мы пожмем. Надеюсь, что все-таки второй. Что касается различных работ под углом, это травмоопасно, это плечи. Я вообще считаю, что если мы хотим сделать результат в определенном направлении, работать только в этом направлении, и любая подсобка, она сугубо направлена на силовой результат в этом упражнении. Если мы будем прыгать на боли, извиняюсь, заражение качковские упражнения, вероятность того, что мы восстановимся меньше, а травмироваться больше. Очень хороший пример, ну, сейчас немножко отойду от интеллигенции. Парнишка по бодику выступал, причем серьезно в соткой категории, Миш, ты его знаешь точно, он в железном рейтинге говорил, я сам машина. Вот он оторвал себе грудь в положении под углом, в жиме там 120 килограмм. Понятно, что это другое направление, на сушке, ну все. Если мы хотим стремиться поднять очень много, мы должны исключать проблемные упражнения, которые могут привести к трагедии. Ты говорил сегодня много о работе связок. Можешь ли ты чуть подробнее объяснить, что это такое? Диапазон повторений, количество подходов, отдых между подходами и так далее. Понимания отдыха между подходами в пауэрлистинге такого вообще нету. Если ты за 100 килограмм, а ты за 100 килограмм, даже если это 101 или 102. Отдых в среднем, если мы выходим не на какие-то очень большие веса, 3-4 минуточки абсолютно хватает. Разовая работа, огромная работа, где у тебя центральная нервная система перегружена, ты каждому подходу должен выйти свеженьким, то там от 5 до 8 минут. Я не замерял, можно и 10, но главное не остыть. Что касается силовой работы, для меня это понимание от 1 до 5 повторений. 5 повторений это уже объем, силовой такой, но уже объем. То есть самое, наверное, популярное и очень экстремальное, чтобы расти в короткие сроки, это работа где-то 2-х разовая, 3-х разовая. Как-то так. Какие-то там 8, 10, 12, 15 абсолютно не нужно. Это можно делать на подсобке, это совсем другая работа. Связки должны уставать, прям перегружаться на предельном весе. Но надо знать грань. Ну смотри, я сейчас тренируюсь, у меня идет седьмая неделя типа а-ля подготовки, и я работаю по плану 5 по 5. Наверное, это, в твоем понимании, больше объемная работа, нежели силовая. Николай, можно обратиться сейчас на 0 классика, будут очень хорошие пропорции, качество, жесткость. Нет, 5 по 5 это, понимаете, очень растяжимо. Почему, вот, кстати, вот тоже могут со мной поспорить, но, как показала практика, работа на сухарях заключается в том, чтобы ты умудрялся восстанавливаться и, в принципе, работать с очень хорошими весами. Если мы начинаем с хорошими весами переводить хорошие весы на приличное количество повторений, смысл тогда этой подготовки, то есть мы будем урезать себя в каком-то хорошем большом весе только из-за того, чтобы спуститься на вес чуть ниже и отработать четко на несколько подходов больше. Абсолютно неправильно. Три, вот так вот, три рабочих подхода максимум. Никаких 5 по 5 не должно быть, потому что мы, во-первых, на сухарях, и мы должны за небольшое количество подходов отработать полностью, а не устраивать из этого более качковскую тренировку, где нас все наполнило, и вроде мы дошли до какого-то хорошего уровня. Нет, неправильно. Мы должны выстраивать тренировку так, если у нас силовая, мы должны делать где-то три рабочих подхода. Если у нас разгрузочная тренировка, ну, просто мы немножко, как говорится, отстать от связок, поработать с мясом, можно подходик добавить или количество повторений, но не более того. Вся работа силовая на сухарях, она заключается в общем состоянии восстановления и работы с большим весом. Ну, это мое мнение, поэтому как-то так. Окей, а если должно ли быть в тренировочном плане, вот как ты сказал, поработать над мясом, вот эти, может быть, высокообъемные тренировки? Делается очень просто. Делается тренировка силовая. Например, мы пришли и пожали за тренировку 180 на 3. Никто тебе не запрещает спуститься на 140 и пожать на 12. В этой же тренировке? Да. Это дает офигительный прогресс. Потому что ты работаешь с большим весом, центральная нервная система нагружается, и ты контролируешь, стараешься там аккуратно все положить, упираешься в предел, после этого ты скидываешь хотя бы 20 килограмм, ты этот вес не воспринимаешь. И движение, и эластичность, и скорость, она увеличивается, становится гораздо комфортнее работать. И вот такими делениями прогрессирует самое то. Вопрос про технику. Разделяешь ли ты какие-то техники, виды техник? Ну, то есть, я там смотрел на ютубе, там, подбив жопой, там, еще что-то. В какой технике жал сам ты, и, ну, какую технику считаешь предпостительной? Скажу по себе. Я, например, в начале своей карьеры в трейборе жал, там, 5 лет в одном стиле. Просто ровно лежал, там, развел плечи и тому подобное. Через 5 лет мы поменяли положение, убрали плечи чуть-чуть назад, поменяли хват чуть уже, и угол стал для меня максимально правильным. Но это для меня. Только со временем и с увеличением весов мы сможем найти максимально правильное положение для нас. Но если мы сформированные спортсмены, там уже попроще. Мясо есть, уже, в принципе, это быстро может до этого дойти. Что касается вообще какой-либо техники, надо смотреть, какие пропорции у человека. Если он карлик, одно, если высокий человек, это другое. Ну, здесь момент, просто нужно попасть в движение так, чтобы амплитуда была не такая уж большая по факту, но при этом большая группа мышц принимала эту нагрузку. Не обязательно, что одна грудь это будет все точнее. Это можно перевести на низ груди, подать плечи, включить спину. Техника важная вещь, и подразделение в ней есть. Там узкий, широкий хват и тому подобное. Для меня неприемлемо, ну, может быть, какая-то работа в отбив, какое-то инерционное движение, потому что я считаю, что движение должно быть контролируемое максимально. То есть мы не очень быстро опускаем и не очень медленно, и уверенно жмем, потому что подать все мышцы, почувствовать, что у нас все хорошо, встретить и всеми группами, которые отвечают за это движение, пожать. Поэтому для меня главная техническая составляющая – это контроль движения штанги на опускании и на выжимании. – Смотри, сейчас я проходку не делал давно. Последний раз я делал проходку 3 апреля. Это было соревнование. Я пожалел 162,5 килограмма, но детский вес, смешно, ха-ха-ха. Вот, начал готовиться дальше, седьмая неделя. Контрольная точка запланирована на 27 июля. Соответственно, еще там 4 недели, даже 5. И там я планирую 75, может быть, бахнуть. Потому что я чувствую, что у меня хорошо прет. – Пошло, пошло. – То есть ты раскрылся на соревнованиях и уже понимаешь, как, в принципе, тебе подходить, выходить. – Да, тот план, который я себе написал, мне более-менее подходит. Но все равно чуть-чуть я переборщил с нагрузками. И некоторые тренировки просто выкидываю, чтобы восстановиться лучше. Я думаю, что после этих соревнований, 27 июня, я думаю, что зафиксируем результат какой-то. И дальше уже начнется настоящая подготовка к двухсотням. – Да, давай, давай. – И я предлагаю тебе как-то вот после 27-го совместно уже начать работать. – Ты посмотришь, какая у меня техника. Подробно тебе расскажу о том, какой план у меня будет тренировок. Мы что-то вместе подкорректируем, естественно. – Извиняюсь, не у тебя план, а у меня план, Михалыч. – 175, пожми, а потом будет план у меня. Все остальное уже сделаю я, чтобы понимать. Хорошо, конечно, без вопросов. – Потому что сейчас, ну, наверное, не стоит как-то вот что-то там ломать и начинать заново. – Да нет, еще не просто. – Сразу видно, что человек занимается спортом много лет. Никогда нельзя вылезать на пике формы определенной или к выходу в соревнования что-то свое новое добавлять или менять. Можно просто тупо порваться. – Но сразу предупреждаю, что от выступавшей Ставмишани будет, ну, посмотрим, что ты делал, какие объемы работы ты делал, сколько тренировок на неделю у тебя было. Потому что более вероятно, я вот процентов 80 верю, что я буду рубить тебе почти весь тренировочный процесс, и мы перейдем больше на, ну, не то что мега экстремальную, но на такую тяжелую работу. Не в плане, а головой. Ты должен будешь понимать, что там каждые 4, через каждые 4 дня у тебя будут определенные жимовые тренировки. Начнутся уже веса гораздо больше, и на них больше сидеть будем. Это уже будет не такой, высчитал я там процентовочку. Здесь я посчитал, что все это сделать, значит, 3 недельки пройдет, я схожу там 50 сделаю на 4, там сделать, кого не будет. Будет абсолютно другая работа, я только за. Самое главное нам с тобой понимать после тех соревнований, насколько ты будешь еще свеж, чтобы нам восстановиться. Здесь очень важно. То есть на сухарях есть такой момент, что ты можешь очень красиво и приличное время отколбасить, а потом себя очень сильно измучив этим, откат и травмы могут посыпаться очень быстро. Еще хуже, чем на фармакологии. Потому что ты, в принципе, все ресурсы своего организма максимально вытаскиваешь. А так, без вопросов, все сделано в лучшей форме. Я думаю, что если посмотрим, сколько ты пожмешь, я считаю, что реально, если нормальное питание, спортивное, хорошее питание и слушать все, что мы делаем, хотя бы два цикла, три сделать раздельно. Я думаю, месяца за 7-8 у нас получится к этой сумме. Ну, я думаю, если тренер будет жив, и, в общем-то, кто-то опять в бодибилдинг не уйдет. Ну что, ребят, спасибо вам огромное, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, оно было вам полезно. Паша, спасибо тебе огромное за ценные советы и ценную информацию. Твой опыт многолетний, это просто, ну, очень важно. Спасибо, дорогой. И я надеюсь, что мы с июля месяца с Пашей начнем вместе работать над достижением результатов поставленной цели. Да все сделаем, Михалыч, все сделаем. Ты ко мне не пришел ни метр двадцать брюнетом, понимаешь, зимой гриф с криком на два с половиной раза, а уже полноценный спортсмен. Для меня это в кайф. Я же понимаю, что чем дальше, тем сложнее. Возможно же всегда прогрессируется одинаковый скорость. Абсолютно. И здесь момент такой, у нас у каждого есть свой запас и свой потенциал. У каждого он свой. И здесь надо понять, что не переборщить, найти свой какой-то режим работы в этом направлении и ждать дойти можно. Нам пока не, хотя нет, мы уже выглядим, кстати, не очень молодо. На самом деле все получится. Смотрите, ребята, если что, вдруг оборвутся съемки, значит, я хреновый тренер и что-то пошло не так. Сколько лет? 35 будет через трензельки. Да ладно, я чуть старше тебя. Не, ну в зеркало. Я-то, конечно, выгляжу старше. Спасибо, дорогой. 35. 35. Плюс 12. Да, так что вот так. Все, Месяц. Ну что, нормально вроде. Ты кайф почти.